Стресс. Вот, допустим, вы чувствуете, у вас нет настроения, нет сил, нет здоровья, нет аппетита, обидчивость сильная, раздражительность, гневливость, нет концентрации внимания, нет способностей. Значит, вам не хватает энергии природы. Есть внутри типа энергии природы, и каждую из них можно засасывать по-своему. Есть энергия, которая дает работоспособность, концентрацию внимания, бодрость, чувство силы. Эта энергия называется энергия вечности. Она засасывается в организм длительным движением. Все человек чувствует, у него стресс, у него лупа, у него нет концентрации внимания, нет работоспособности, нет сил. Он утром встает, встать не может, в постели бежит. Значит, у него страдает энергия вечности. Значит, нужно длительное движение. Наступила грусть, что ж, пойду, пройдусь. Понимаете? Если у человека отчаянный, сердце, а-а-а, все плотно, обидчивость, гневрилость, раздражительность, непереносимость людей, как бы, а-а-а-а, вот, тогда, в этом случае, неподвижное положение тела и вода, особенно, когда сильная обида вода облегчает. Особенно ледяная вода. Помните, Боих, Матвеевич, под лучше стал, что ли? Это интуитивно. Вот. А сильная обида, как мы будем смотреть, ребята. Вода, вода нужна, понимаете, в этой ситуации. Но в стресс я не вошел. У меня было полтора год назад жестокая судьба пришла, у меня там отжались соцсети, все мои, там многое что произошло, и у меня пошла педа, я же людям служил, помогал, но они меня отманули. И я залез, это было в Питере, когда это произошло, я залез, тогда, ну, вода так была, градус 7-8, я залез в дневную воду и стоял там. И у меня он прям рвался, обиду так, ушла из сердца. Прикрепили, где многое здесь стояло. Обида уходит сразу. Ну, сейчас я уже привык, я захожу в луту, или даже, ну, вот это, 6 градусов, там речка, гостиница Ширатун, и речка там Клязьма, мы ее Глязьмом прозвали, потому что она, как бы больше есть грязная земля. Но она, 6 градусов, там природа, красиво, 45 человек, мы все там, маленькие, взрослые, пожилые, все залезли в воду. Люди первый раз, некоторые залезли, они визжат там, кричат, представьте, резко, карикарки, что ты любил, какие-то стоят в воде, и аду. Потом начали агилой повторять, вот, стоят 10 минут, и вот 10 минут очищается один психический слой с другим, и там 2 минуты слой, вот, при такой температуре очищается. Первый слой связан с взаимодействием с этими, сразу укрывается картинка, сразу взаимодействие пошло. Второй слой эмоций, сразу успокаиваются эмоции, третий слой мысли, психический слой, мысли становятся нормальными, потом настроение, на четвертом слой настроение налаживается. И потом дальше уже адекватность, то есть приятель мира. 10 минут, все 5 слоев психические очищаются, человек уходит и идет в бане, в лекции. И в бане же все свиняются, радуются, потому что никто не заболеет, потому что, когда по науке все делают, кто-то не проделет. Но я просто вам как пример привожу, для того, чтобы вы поняли, как избавляться от стресса, что есть рычаги, механизмы. То есть отчаяние можно неподвижное положение тела культивировать, и человек избавляется от спокойствия от питания, или вода оттуда. Если у человека депрессия, то может помочь негативное настроение. Все плохо, все не так живо, ничего не надо. Значит, когда помогает кост на воде и солнце. Кост, он тоже солнечную энергию включает, когда человек, допустим, не ест, то организм всегда должен что-то жрать. Ну, как мышки, знаете, они просто надо что-то жрать, то есть так и организм должен у человека, он же живет. Он постоянно что-то ест. Если нет пищи, то он начинает есть солнечную энергию. И вот этот переход, включение к солнечной энергию требует переключения настроения. Если человек в радости находится, то он ест солнечную энергию. А если он печалит, то он просто будет скатать сильно в голову. То есть когда человек голодный, он печалит, и в плохом настроении он просто с ума сходит, или ему надо перейти на радостное состояние, спокойное, или невыносимо в голову. И вот постепенно в муках человек обретает желание хорошего настроения, несмотря на скресс, и солнечная сила начинает к нему заходить, и он чувствует счастье. Ну, то есть если клиенте хватает энергии в природу, вот эти вот состояния, отмечиваясь, раздражительность, мудривость, безысходность, бессилие, снижение концентрации внимания, снижение работоспособности, депрессия, значит, надо совершать аскезы на природе и получать энергию. У тебя энергию получают. Теперь следующее. Чувство одиночества. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне распространение знаний по всему миру. Я не хочу никого убить. Тяжело с людьми, все плохо в отношениях. Значит, тогда нужны добрые друзья. Значит, тебе не хватает человеческой энергии, не энергии природы, а человеческой. Преодолевай себя. Как это сделать? Нужно служить другим. Начни желать сейчас. Сидишь дома. Говорят, иди, друзья, нет, друзья, я собрался. Хорошо. Я желаю всем счастья. Я желаю... Вспоминай, через память есть. Тебе... Ну, по-другому сказать, если вы не понимаете, дай сейчас объяснить. Это определяется очень просто. Постоянно думаешь о себе. Вот спать даже не можешь, постоянно думаешь о своей жизни. Все, как вы и большие, все, варгун, перенаргун. Вот постоянно думаешь о своей жизни. Значит, иди что-то сделай хорошее. Иди нищему что-то подай. Желай всем счастья. Ну, и в целом, войди в такое состояние, в котором ты постоянно кому-то что-то хорошее делаешь. И так ты выйдешь из стресса. Ну, то есть, выход из стресса означает действия противоположные тем, которые у тебя возникают. Если у тебя возникает отчаяние, неподвижное положение тела, бессилие, иди. Если настроение низкое, бастись или иди на солнце. Это уже природа тебе не поможет. Добрые люди не помогут. Поможет только храм. Потому что есть три состояния стресса. Если у тебя поменьше, доскоразграбжительность, боли, нет утомляемости, повышенная депрессия. Если у тебя нет сил, здоровье исправляют. Кушать не можешь, спать не можешь. Значит, совершая аскезы, длительное движение, неподвижное положение тела, космос, воде, природа, тебе помочь. Если одиночество, нет работы, нет жены, нет счастья в жизни, тогда добрые дела тебе помогут. А если ты душой стариком стал, иди в храм. Если нет веры, мы герем, какой-нибудь храм, еще куда-то герем, и поют обоих, где-то полным программным проходят. И вот там тебе поможет. Это очень важно понять, что делать. Понимаете, вот человек, который же попал в стресс, что делать. А вот три варианта есть, что делать. И каждый вариант, допустим, я когда 15 лет назад в стресс попал, я молился в это время, делал добрые дела, но с природой не контактировал. Я не понимал этого. И что-то я же теряю силы, я теряю, я вроде все делаю, нормально. А если быстро, и стресса не могу, интуитивно пошел трезь. И раз мне легче-легче пошел становиться. Потому что три энергии у Бога есть. Если энергия природы, она опять здоровья. Если энергия добрых людей, она дает социальную силу человеку. У тебя, допустим, не можешь поступить в институт, тебе нужна социальная сила. Как выбраться, как из замка, из мертвых детей, знаешь, как в мертвых детей, когда самолет такой шлопор захочет, он не может выйти из него, падает, просто развивается. Вот как из шлопора выйти? Ты вот не можешь на этот путь поступить, как выйти из шлопора. И учить надо дальше экзамены, дабы, пени, решить, я надо сказать, вот, почему тебя допят преподаватели, почему они тебя гасят? Потому что не надо себе давать. Нужно добрый человек какой-то. Нужно тебе найти друга, доброго человека. Чтобы он, в принципе, в сердце поменял настроение, дал хорошее. Я разобрал, как не везло сильно на третьем пульсе. По анатомии одну двойку получил, второй третий двойки отчисляю бизнес. Третий раз прихожу, и я как-то интуитивно понял, я все выучил, а мне опять самый тяжелый вопрос попали. Он преподаватель говорит, где медицинские инвестиции, смотри на меня. Я стою на него, смотрю, добрыми глазами. Потому что я понял, что наторопить, он едет, сдаваться, сдаваться какой-то себе. Он говорит, ты, ну ты учишься, это нормально? Я говорю, нормально. А чем ты в свободное время делаешь? Я говорю, варень, ты там с ним с ним. Он танцевал. И он говорит, ну пойдем, не пришли, там две девушки до себя. Он говорит, варень, умеешь танцевать? Я говорю, умею. Ну, выбирай девушку. А там анонимичка такая, кто-то лежит, и сколько? И как, я не помню. Я девушку взял, выбрал. Он говорит, ну танцует варень, варень, встал. Я говорю, ты делай то, что я делаю, и все. Взял варень, пошли, начал варень, варень, встал. Ну, а на ноги убирали, пуски, в волны. Вот, и три раза вокруг агономического скалатра танцевали, он и четыре не поставил. Экзамен стал. Он даже писал, меня спрашивает, все. Ну, просто потому что жалко. Хороший человек. Ну, то есть, когда социальная сила уходит, вот у тебя из-под ноги, тебе нужен добрый человек какой-то, который тебя успокоил, который бы дал тебе силы, и тогда тебя никто косить не будет. Налоговая тоже там, это тоже социальная сила. Ну, поговори с ними по-доброму. Ну, они должны увидеть, что ты хороший человек просто, и они не будут тебя косить. Солдат ребенка не обидит. Понимаете? Ну, то есть, нужно вот это понять, мои дорогие друзья. Ну, а если человек, ну, как бы поддался на провокации, он как бы живет, не дышит. Дышит в трубочку, или, ну, сначала в марлю, потом в трубочку. Если он не понимает, что надо побеждать судьбу, а не ходить и бояться всего. Потому что, когда человек боится, в страхе накоется, когда человек не двигается, нет воздуха, это все, все факторы, снижающие иммунитет. А если человек нервничает, что он еще обожрался на ночь, это тоже факторы, снижающие иммунитет. Понимаете? И потом стресс дальше, после стресса. Потому что ты не понял, как устроена жизнь. Что болезнь, вирус, надо побеждать, а не бояться его. Надо побеждать своим характером, своей внутренней силой. Ты не знаешь, что вам надо бежать там при декоратуре? Я могу себе подробно, потому что у меня есть просто ходить. Там два варианта надо. Или лежать, когда нет силы отдыхать, или длительное движение. Вот эти три вещи на свежем воздухе открывать чуть-чуть, как, ну, что-то с возниками не было, чуть-чуть открывать, чтобы воздух был, иначе дышать меньше. А если не радуешься жизни, то зонешь. Стресс выводит человека из чувства счастья, которое является основой жизни. Сейчас – тье. Сейчас означает сейчас, тье означает существование. Стресс выводит человека в прошлое. И человек начинает скребиться в будущее. То есть что значит выводит в прошлое? Это значит, что моя память о чем помнит. То, как было. И думает человек постоянно, ну, как было. Было так вот, все хорошо было. А теперь. Вистья желтые над городом кружатся. И от той семьи не спрятаться, не скрыться. Вистья желтые. Скажите, что вам с ним. То есть человек выходит из настоящего времени. Он думает о прошлом и мечтает о будущем. Если человек находится в этом состоянии, он не может вырваться из стресса. Надо начать жить. Две помидорки вытащили из горшочков и посадили в унобоженную землю. Для помидорок это новая земля. Они ее не знают. И они сразу свои чувства помидорные свернули и попали в состояние стресса. А надо начинать жить. Надо применять ту ситуацию в жизни, которая есть. Любить тех, кто хочет любить, тех, которых ты любишь. Любить. А их уже нет для армистового. Значит, надо любить тех, кто есть. А не хочется. А надо. Вот две помидорки, а одна не захотела новой земли. Ей горшочек в старой сквозь захотелось. А другая подумала, блин, ну что делать. В России, значит, в России. И просто... Просто начала дальше жить. Клянствием с этим железным завтром. А потом оказалось, что это такая почва хорошая. Там, кажется, столько навоза. Почти нет никаких налогов. Вот. Банки все дают. Деньги спокойные. Слипка. Две годы можно делать. Не тут с тобой не сидит. Блин, так классно. Столько всяких льгот. Оказывается, все нормально. Потом и помидорка, она начала расти. Вот там уже, даже от нее она сняла, даже места не осталось. Пустое место просто. А это выросло не помидоры, какие большие, красивые. Чего разница? Отношения. Отношения. В настоящее время стремись. Идешь по улице, улыбайся людям. Как можешь улыбаться? Можешь так улыбаться. Радуйся жизни, как мужчина. Надо природу тоже. Радуйся природе. Нет, был два песна, собственно. Они песни другого класса, сочиненные. Правда, они что-то записали, и вот это, поэтому, словно, не слышно, но песня классная. Вы как думаете? Вы сможете отсидеться надеяться или что-ли? В субботу будете бегать. Кто не может бегать, ходит. Кто не может ходить, ползает. Кто не может ползать, держит и дёргает руками. Кто не может лежать и дёргает руками, заказывает под синаграмом кусочек земли. Дерево себе. Они помирают спокойно, потому что маленький ребёнок, он сначала дёргает руками, ногами, потом ползает, потом ходит, потом бегает. А когда вышел конкурс, он сначала перестает бегать, потом ползает, а мы пойдём на природу и будем пытаться начинать. Вот откуда начнёте, оттуда и начнёте. Не можете бегать, ходите. Но надо приехать на Чёрное озеро. Алдавское озеро. Это не в лесах. Понятно? У вас есть Чёрное озеро? Там, где конкретно собираемся? У Татьяны. А? У Татьяны. У Татьяны, Татьяны, где Татьяны? Татьяна там не отходит. Шесть утра. Да. Чёрное озеро. Да. Где собираемся? Там, где мы собираемся. А что, аномалийте, что ли? Парк, парк, у нас ответ. С какой стороны озеро сбираемся? Там, где в Девалке. Там одно место, а где в Девалке. Где в Девалке, где в Девалке, там и вы на всякий случай купальник возьмите с лавками. Олег Иванович, у нас есть чат, Олег, потому что мы в Селенограде. Телеграмм в канале есть такой. И там вся информация. Мы там всё напишем. Понятно? За 5 лет. Чат. Телеграмм-канал. Олег Корзилов в Селенограде. Пишем. И там мы всё напишем. И видео, фотографии. Есть два вида чата. Есть чадо, где этот чадо. А есть и чадо. Вот. Поэтому у нас чадо. Мы заходите. Там он с Иваном расскажет. Он будет перебить. И воздель будет, да? И воздель. Ну, кто бы, конечно, кто залезет со мной. Он будет болеть. Я же молодой. Я бегаю в 17-го рынка. За час 50. И введенную буду заврать всё нормально. Даже её введение. А мы постарше всем. Вам тяжелее. Все вы думаете, да? Может, вы учитесь правильно жить. Хотя бы прийти, посмотреть, чтобы вдохновиться. Вы знаете, что самая сильная энергия, побеждающая стресс, это энергия вдохновения. Это не то, что ты пробежал, это очень хорошо. А если бы ты вдохновился, то ты будешь мечтать потом. Будешь лежать, думать, блин, все бегают, все купаются. А я как сходи на стоянке. Вот. Какое состояние. Доброе такое состояние. И на следующий раз, когда ребенок просит, с нами будет бегать и купаться. Точно не сможет. Что там вкусы переменят вкусы. Она, девушка, когда мы 45 человек залезли, она не смогла залезть тут. Она стояла, смотрела, как мы там сидели. И она потом на лекции сказала, я тебе не читаю славу, а не буду засадить. Все. Ученые открыли, что испытывает. Тут, ну, личинка тут того, что-то прятая, когда она в кухне вот так завязана. И не может даже явиться даже. Она в итоге не хочет летать. И нам вот и нет, блин. В общем-то, это такая жизнь не применяет. Даже пошириться нельзя. А я хочу летать. Это надо как-то делать. Постепенно она превращается в бабочку. То есть все время постепенно. Медленно, дуренно происходит. Но желание. Не визуализация спасает человека. Не визуализация. А постуки. Надо ползти. Надо идти. Или просто прийти. Просто одеть плавки. Ко мне один мой друг подошел и говорит. Хочу купаться научиться. Ну, в холодный. Я говорю, ну, пойдем, берем плавки. Пойдем на мой. Он говорит, что-то не обнушкощить в воду. Я говорю, нет. А что я пойму в воду? Я говорю, нет. А что будет? Я говорю, ты получишь в предмогене. И что, я подумал, купаться? Сто процентов. Ну, они пришли, с ними, я говорю, тут плавки беру. Я пошел в воду и говорю, так хорошо. Объяснилось свое состояние. Встал такой. Он говорит, а можно я зайду? Просто по мочной. Я говорю, можно. Зашел к мочной. Потом говорит, а можно по парочеку? Можно. Потом зашел и простоял. Один раз мы за Байкал приехали с моим знакомым и помощником. И водителем был. Мы залезли в Байкал, всегда в 4 градуса вода. Ну, с зарядом, с включением там, повыше бывает. Не надо. Ну, лед пошел, вода олюбленная. Озеро чистейшее, можно бить свое это, как будто. Вода просто шикарная. Мы в советских Байкал, ну, а что-то там, простояли сколько? Надо там, в такой длиной воде, где-то 5 минут, 7-5 слоя, вообще. Очень быстро чистка. Мы простояли в Байкале. Выходим такие счастливые, живем, вот, как кони. Мы оттерлись, переоделись. И этот водитель говорит, «Вам так хорошо, а мне так плохо». Он говорит, «Ну, иди». Он говорит, «Да я боюсь, я никогда лучше с ним купался». Он говорит, «Да не бойся, все будет хорошо. Перейдем, вкладки». И все, он пошел в воду залезть, потом прожаловывающийся к себе. Он увидел просто, и это он не смог уже отторваться. Таким образом, настоящее «бери и живи». Вот человек, вот думает, как мне выбрать свой стресс? Должен попасть в настоящее время. Бери, бери и живи. Иди, гуляй, на природе. Улыбайся людям. Иди на Лельцу. Иди в храм. Иди туда, где тебе дают силы. Если ты будешь оставаться дома, смотреть свои печальные фильмы на телевизорах, значит, тогда ты не сможешь выбраться. У человека есть разум, есть ум. У меня находится судьба. Каждая планета несет в себе энергию определенную снижь. Когда она стоит определенным образом, то все эти совокупности энергии, она удаляется на сердце, там, в сердце судьбанных пояс, и вытаскивает то состояние, которое нам положено получиться сейчас, после этого. И это состояние может быть очень тяжелым. Наша судьба связана недоимительными с другими людьми. Если судьба действует очень сильно, она, энергия судьбы, пробивает нас, переходит в нити и меняет состояние людей вокруг нас. Мы не чувствуем, когда судьба действует очень сильно, мы не чувствуем даже опасности. Но наши близкие, родственники меняют нам отношения. И начальник, и дети. И это происходит абсолютно неожиданно. Так действует жестокая судьба. И у человека все вокруг резко меняется. Он чувствует, что люди как с ума сошлись вокруг, они начинают тебя не любить, тепло относиться, предают тебя. Или не все, ну почти все, или кто-то. И ты идешь за помощью кому-то, тебе подсказывают, что надо. Ты веришь, что вроде бы религиозные люди, а они, как бы, вот эту фигню сказали. Это испортило жизнь тебе еще больше. Это тебе надо было чуть-чуть подождать, просто чтобы все наваливалось. А ты сделал вот салитар, и опять еще хуже стало. Мне тоже срок был сюда. Ты идешь к астрологу, и он тебе говорит, что у тебя начинается какой-то период в жизни. Период одиночества. И астролог говорит тебе, что у тебя два пракета. А ты первый на будущее. Из кого начался период одиночества, как ты думаешь? С астролога. Анатомическое вскрытие показало, что пациент умер от атомического вскрытия. То есть человек пришел к астрологу, потому что ему привело туда жестокая судьба. И астролог говорит, что у тебя жестокая судьба началась. У тебя два прака. И он чужит веку, думаю, это у меня первый. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Не было бы вас провода, и не было бы жестокая судьба. Ну, не повезло. А так просто закономерность действует. И мы с этим закономерностью ничего не можем сделать, мы и другие друзья. Поэтому всегда принимайте судьбу. Первая стадия победы над стрессом – это решить сердцем. Докни, выдокни. Пойми, что другого пути нет. Твой путь – это нести свой крест. У тебя нет другого пути. У тебя такая жизнь. Нет, наверное, и все. Не смотреть в то, что. Не думай о том, где ошиблись. И слушай тех, кто тебе рассказывает, где ошиблись. Сейчас нужно жить. Нужно смотреть на солнце, смотреть на травку. Нужно заставлять себя дышать природой. Потому что она дает силы. У тебя механизм этот, просто лучший, судьбой. Надо заставлять себя идти на аудицию, иначе сдохнешь. Заставлять себя лезть в воду. Заставлять себя смотреть мысленно, за такими глазами смотреть на солнце. Заставлять себя улыбаться людям. Заставлять себя отвлечься от мыслей, которые тебе от души. Потому что, когда приходит шестовая судьба, твоя цель – сохранить себя. Ты можешь помочь другим, если ты себя сохранишь. Ты себя потеряешь, а другим не поможешь. Сражаться надо. Но надо состояние правильное пристигнуть. Правильное состояние. Без него победить невозможно. Вот это и есть проведенный стресс. Насначает опереться на ту силу, которая дает возможность выжить. Эта сила называется Богом. Поэтому, когда у человека подкосилась, ноги подкосились жизни. Не зная, зачем жить, все плохо стало. Тогда нужно в магию будущего. У нас будет 3-3 победы на сих пор. 5-3, да? Спасибо, Никита. Ну вот это необычный путь на предыдущий. Только не ждать учиться.